МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Около миллиарда рублей из федерального и регионального бюджета планируется направить на развитие сельхозпроизводства в области в наступившем году. Серьезная ставка на крестьянские хозяйства. 14 игровых автоматов, документация и выручка. Сотрудники полиции пресекли деятельность очередного нелегального игорного заведения. Занимательные опыты. Юные новгородские знатоки-физики получили награды конкурса, проведенного под эгидой Союза машиностроителей России. Новгородские пенсионеры начали получать дополнительные единовременные денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Новгородцы, чья пенсия приходит на банковские счета, уже получили единовременную выплату. Это порядка 100 тысяч человек. Накануне почтальоны приступили к доставке денег на дом. Если через кредитные учреждения все граждане, которые получают пенсии через банки, средства получили, то у почтальонов несколько иной порядок. Выплотной период у нас с 5 по 24 число ежемесячно. Поскольку 5 тысяч доставляют с 12 числа по отдельно утвержденному графику, получается, что для граждан, у которых дата доставки с 5 по 12, для них будут дополнительно сделаны маршруты. То есть почтальон придет дважды. Проблем с доставкой денег пока не возникает, пояснила Елена Дмитриева. Если гражданин не оказывается дома на момент прихода почтальона, то он самостоятельно может обратиться в отделение за своей выплатой. К слову, чтобы 205 тысяч новгородских пенсионеров ее получили, из федерального бюджета нашему региону дополнительно выделен 1 миллиард 43 миллиона рублей. Отметим, что по распоряжению правительства России на единовременную выплату имеют право все, без исключения пенсионеры, независимо от того, продолжают они работать на данный момент или нет. В Великом Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность очередного нелегального игорного заведения. Работа клуба велась в условиях строгой конспирации, а посетителями являлись постоянные клиенты, наглядно знакомые администратору. В результате проведенных мероприятий полицейские изъяли 14 игровых автоматов, документацию, а также выручку от незаконной деятельности в сумме около 30 тысяч рублей. На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация проведения азартных игр». В настоящее время сотрудники полиции и следствия продолжают проведение мероприятий по становлению лиц, причастных к организации данной противоправной деятельности. ВВД напоминает, что любую информацию о фактах нелегальной работы подпольных игровых клубов по-прежнему можно сообщать по телефону доверия 980-002. Итоги 2016 года и задачи на год наступивший. Эти темы обсудили сегодня на коллегии областного департамента сельского хозяйства и продовольствия. Планы амбициозны. На развитие сельхозпроизводства из регионального и федерального бюджетов планируется направить около миллиарда рублей. При этом большая ставка делается на фермерские хозяйства. В 2016 году агропромышленный комплекс Новгородской области в полной мере справился со всеми поставленными задачами. Произведено более 150 тысяч тонн мяса, почти 130 тысяч тонн овощей. Всего продукции произведено на 29,6 миллиарда рублей. В том числе крестьянское фермерское хозяйство на 2,1 миллиарда рублей. Индекс производства составит по предварительным данным 104%, в крестьянско-фермерских хозяйствах 116%. Как отметила Елена Покровская, достигнуты неплохие результаты и в молочном животноводстве. Впервые за 17 лет нашей области удалось сохранить уровень производства молока, а не сократить его. В первую очередь это заслуга таких районов, как Ботецкий, Боровический, Крестецкий, Новгородский и Чудовский. Лучшими по производству картофеля в 2016-м стали Старорусский, Солецкий, Хвойнинский и Шимский. Большой вплату в общее дело вносят крестьянские и фермерские хозяйства. В минувшем году их было создано порядка 130. Наибольшее количество это в Боровическом 12, Новгородском 11, Крестецком 10 и Старорусском 9 крестьянских хозяйств. Но огорчает тот факт, что в Машинском, Подорском, Холмском районе создано всего по два хозяйства. А как раз это именно те районы, где нет крупных производств, где нужно развивать именно это направление. К слову, именно на развитие крестьянских хозяйств делаются серьезные ставки в нынешнем году. Увеличены средства для выплаты грантов на создание семейных животноводческих ферм. Кроме того, в планах на этот год обеспечить жильем 29 сельских семей, построить 4,5 километра газовых сетей в Боровическом и Любытинском районах. На развитие сельскохозяйственного производства из федерального и областного бюджета будут привлечены средства в размере 1 миллиарда рублей. Это позволит достичь еще больших относительно прошлых лет результатов. В частности, картофеля мы должны произвести 400 тысяч тонн, если в этом году мы произвели 360 тысяч тонн, мясо 165 тысяч тонн, это плюсом 10 тысяч тонн к уровню прошлого года. Должны больше произвести зерна, должны больше произвести яйца, должны больше произвести молока. Для выполнения поставленной задачи ВПК области в 2017 году будет реализован целый ряд инвестиционных проектов. Строительство свиноводческого комплекса молочно-товарной фермы в Волотовском районе, комплекса по производству мяса индейки и козьей фермы в Боровическом, а также картофелехранилища на 3000 тонн в Старорусском. Кристина Масальцева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Сегодня отмечается День российской печати. Профессиональный праздник был установлен в 1991 году. Он связан с исторической датой, началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. На сегодня в стране зарегистрировано около 30 тысяч печатных изданий. В среднем ежедневно распространяется примерно 20 миллионов экземпляров. Свою лепту в эту статистику вносит и наш областной медиахолдинг. Агентство информационных коммуникаций объединяет 18 районных изданий и газету «Новгородские ведомости». Это мощный информационный и социальный ресурс, а также оперативный источник обратной связи с населением. Сотрудников печатной прессы сегодня поздравил с профессиональным праздником губернатор Сергей Митин. Глава региона отметил, что новгородские СМИ идут в ногу со временем, обновляются, сохраняя при этом лучшие журналистские традиции и остаются неотъемлемой частью социально-экономической, политической и культурной жизни общества. Губернатор пожелал журналистам, издателям, полиграфистам успешной деятельности, творческого вдохновения и высоких рейтингов. Новгородских журналистов пригласили на экскурсию в центр дополнительного образования, созданный на базе гимназии номер 3. 16 лет назад гимназию номер 3, центр визит и центр экологического образования объединили в одно учреждение. В 2010 году в результате оптимизации появилось отдельное здание исключительно для занятий по программам дополнительного образования. Визит — это творческая составляющая. Сюда входят отделение хореографии и эстрадного вокала, а также художественная студия и студия прикладного творчества. Сегодня на бюджете здесь обучается порядка полутора тысяч ребят. Кроме того, около 300 занимаются на платной основе. В основном это дети младшего возраста. Центр визит — это такое подразделение, которое занимается работой с одаренными, в основном детьми. Но для того, чтобы понять степень одаренности, они приходят к нам в 4 года на платные услуги и имеют возможность понять, в каком направлении ребенка дальше стоит развивать. Ну а дальше идет немножко, естественно, отбор и желание, когда предлагается поступать на то или иное отделение или не поступать, в зависимости от способности ребенка. В Центре экологического образования дети изучают краеведение, особенности взаимоотношения природы и человека, как правильно ухаживать за домашними питомцами. Кроме того, в него входит клуб любителей истории Отечества. Добавим, что на базе Центра дополнительного образования с 2010 года существует детский автогородок, а также гостиница «Гонзейский двор». Юные новгородские знатоки физики получили награды. Конкурс «Занимательные опыты» среди учащихся 8-11 классов проходил под эгидой регионального отделения Союза машиностроителей России на базе предприятия «Квант» и стал уже четвертым по счету. Чтобы определить победителей, членам жюри пришлось собираться несколько раз и даже просить совета у специалистов кафедры физики Новгородского университета. Всего на конкурс школьники представили 30 работ, и почти каждая из них казалась достойна победы. Ребятам нужно было провести необычный опыт и снять его на видео. Все остальное – полет фантазии. И с этим, как выяснилось, у любителей физики все в порядке. В этом конкурсе самое интересное, что мы видим рост не только того, что дети ставят опыт, но также подачу опыта. То есть они учатся говорить, они учатся показывать, они представляют материал. Макет лифта, исследование ветрогенератора – опыт с объяснением на шести языках. Работы самые разные. Например, десятиклассник из школы номер 23 Дмитрий Мальков при помощи небольшой электрической схемы, состоящей из ключа, резистора и куска медной проволоки, измерил объем помещения, в котором проводился опыт. Весь интерес заключался в том, что эта медная проволока имела какое-то определенное сопротивление. И, используя различные формулы, я смог вычислить длину этой проволоки. А найдя ее длину, это было уже лишь делом времени, чтобы измерить линейные размеры помещения и приумножить их, найти объем всего класса. В итоге члены жюри выбрали 9 работ победителей. Все они получили заслуженные дипломы и подарки. Ну а самым лучшим был признан опыт героя нашего сюжета Дмитрия Малькова. Вероника Корпесонова, Олег Федоров. Новости Новгородское. Областное телевидение. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 7030.03. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...